Здравствуйте! Всем добрый день! Это КФУ Лайф. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2022 года. Но если быть точнее, то мы завершаем наш цикл передач, который был практически целый год. И как в прошлом году, Пальма первенства закрывать этот сезон выдалась институту физики и их представителей я вас вам сейчас представлю. Марат Евгедович Гафуров, директор института физики. Марат Евгедович, доброго дня, рада вас здесь видеть. И также Ирина Владимировна Романова, заместитель директора по научной деятельности. Ирина Владимировна, вам тоже добрый день. Что ж, правила нашего эфира не меняются из года в год. У нас все также есть заготовленные вопросы. У нас есть абитуриенты, которые по ту сторону экрана сейчас на вас смотрят и готовят свои вопросы. Так что, напоминаю, по ходу прямого эфира вы можете задавать свои вопросы нашим гостям, и они постараются ответить. Напоминаю, сегодня у нас заключительный эфир, потом уже встретимся в новом учебном году. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, небольшое вступительное слово, о чем мы сегодня с вами поговорим. Пожалуйста, кто возьмет. Наши дорогие абитуриенты, их родители, коллеги, все интересующиеся. Напоминаю, осталось совсем немного, буквально несколько дней. Сегодня, завтра, суббота, воскресенье и в понедельник, 25 июля по всей стране закончится прием документов на вступление во все вузы Российской Федерации, в том числе в наш институт, институт физики. Поэтому призываю вас, те, кто еще не успел это сделать, сделать это в ближайшие дни. Чуть-чуть, так сказать, поднять себя, не полениться. А те, кто уже подал документы, проверить на сайте, все ли у вас правильно, все ли документы поданы, поданы ли оригиналы, заявления, нет ли каких-то пробелов, промашек. И если у вас что-то непонятно, обращайтесь в приемную комиссию. И вот здесь у нас все данные нашего института, приемной комиссии. Звоните, пишите. В первую очередь, звоните для того, чтобы решить свои вопросы оперативно. Ну и ждем вас на дне открытых дверей. Для тех, кто еще не был на дне открытых дверей в институте физики, а тех, кто хочет прийти второй и третий раз, мы вас приятно удивим снова, потому что покажем нечто новое, наши новые лаборатории и наши новые кафедры. 23 числа в субботу в 11 часов день открытых дверей, крайний день открытых дверей. Когда вы в эту же субботу сможете подать в нашем институте документы, приемная комиссия, часть приемной комиссии, будет работать прямо там, на дне открытых дверей. Замечательно. Ирина Владимировна, что добавите? Всех приглашаем в наш институт физики. Конечно, это один из лучших институтов в нашем Казановском федеральном университете. Я думаю, это можно смело сказать. Он осуществляет у нас и фундаментальную подготовку, и прикладную практическую. То есть можно получить исключительно на сегодняшний день востребованные специальности, как инженерные, так и естественно научные. Всех вас очень приглашаем к нам. Спасибо за водное слово. Что ж, переходим к вопросам, которые абитуриенты ранее нам задавали в социальной сети во Вконтакте группы Казанского федерального университета. Первый вопрос. Какой прогноз по абитуриентам планируется в этом году? Здесь уже можно апеллировать фактами то, что мы знаем из приемной комиссии. Сколько документов уже подали, сколько оригиналов пришло. В этом году у нас достаточно большое количество бюджетных мест. Бакалавриат, специалитет и магистратуру 436 бюджетных мест и 85 контрактных мест. Поэтому шансы ваши крайне велики на то, что вы подадите документы и попадете в число наших студентов. Сейчас, судя по последним сводкам с боевых полей, у нас подано 325 заявлений. Поэтому у вас еще раз напоминаю, большие шансы стать нашим студентом. Заявление имеется в виду согласие на зачисление? Согласие на зачисление. 325. Еще раз напоминаю, 436 бюджетных мест и 85 контрактных. Продолжаем. Какие проходные баллы? Ну, по проходным баллам я, наверное, в этом году вам не скажу, потому что это все еще набирается. Давайте я вам расскажу по проходным баллам прошлого года, 2021 года. Во-первых, давайте вспомним, что если вы поступаете в институт физики, то вам не обязательно, как ни странно, сдавать физику. Русский язык, математику обязательно, но физику необходимо сдавать, и мы будем очень рады, конечно, если вы пойдете на такие направления, как физика, радиофизика, астрономия. Если же вы выбрали, например, информационную безопасность, то можно сдавать информатику, если так же с биотехническими системами и технологиями. На геодезию дистанционное зондирование снова нужна физика. Если вы решили выбрать инноватику, то вы можете сдавать или физику, или информатику, или химию, то есть один из этих экзаменов на выбор, что у вас лучше получилось, либо то, что вы выбрали. По направлению нанотехнологии и микросистемная техника также можно сдавать химию, не только физику. Ну и если вы выбрали наше педагогическое направление, то здесь вы можете общество поведение, математика, физика, биология, химия, география, информатика, ИКТ. В общем, все, чтобы нужно стать хорошим квалифицированным педагогом. Если говорить о баллах, то у нас в 2021 году минимальные баллы отличались по направлениям. Значит, по физике это 204 балла, минимальный проходной балл бы, по радиофизике 194, астрономия 206, информационная безопасность 204, немножко зависит от направления, 204, биотехнические системы и технологии 209, геодезия и дистанционное зондирование 224, инноватика 255, нанотехнологии и микросистемная техника 212, педагогическое образование 228. Продолжаем по вопросам. Когда завершается прием документов в направлении подготовки бакалавров, специалистов? Как я уже сказал, 25 число — это крайний день, когда вы можете подать все документы в приемную комиссию. Поэтому прошу не откладывать. Сегодня четверг, завтра пятница, послезавтра в субботу, в субботу работаем. Сделайте это. Не откладывайте на понедельник, не откладывайте на 25 июля. Вот еще один вопрос, следующий как раз таки расшифровывает понятие подачи документов, потому что многие путаются. Просто подать заявление и все остальное, либо же оригиналы. Какие сроки сдачи оригиналов, если подавали заявление через госуслуги, нужно ли сдавать оригинал? Есть ответ на этот вопрос, Ирина Владимировна. Лучше принести нам оригинал, чтобы мы точно знали, что вы к нам собираетесь. Вот ответ, наверное, такой. Обещаем его не потерять, хранить и отдать вам лично в руки. Продолжаем. На какие направления осуществляется прием магистров? Какое количество бюджетных мест там? Давайте я посмотрю, чтобы не ошибиться. Да, в магистратуру в этом году мы осуществляем прием по направлениям физика, радиофизика, геодезии, дистанционное зондирование, инноватика, информационная безопасность и педагогическое отделение с двумя профилями подготовки физика и математика. Всех вас приглашаем. Бюджетных мест у нас... Сейчас я расскажу. У нас по физике 45 бюджетных мест. Количество бюджетных мест в магистратуру в этом году увеличено, согласно распоряжениям правительства и Министерства образования и науки. По физике у нас 45 бюджетных мест. И вы можете обучаться по профилям медицинская физика, теоретическая физика и моделирование физических процессов, физико-перспективных материалов, квантовая биофизика и синтетическая биология. По радиофизике. По направлению радиофизики у нас 36 бюджетных мест в магистратуру. По направлениям, по профилям квантовые устройства и радиофотоника и распределенные интеллектуальные системы. Информационная безопасность. В магистратуру 11 бюджетных мест. Информационная безопасность автоматизированных систем. На геодезию и дистанционное зондирование 14 бюджетных мест. Цифровая трансформация предприятий инноватика 15 бюджетных мест. И на педагогику 15 бюджетных мест. Итого в этом году у нас в магистратуру 136 бюджетных мест. Здорово. И продолжаю о магистратуре, когда завершается прием документов в направлении подготовки магистров. У магистров это чуть попозже, в отличие от бакалавриата и специалитета. Вы можете это сделать до... И вот здрасте у меня тут. На неделю позже получается до... И вот тут я потерялся и снова нашел. До 8 августа все правильно. То есть заявление до 8 августа. Все документы до 8 августа. Следующий вопрос. Его можно подольше, потому что он у нас в списке заключительный. Как раз таки можно еще обратиться к этим антистресс-шарикам, которые у нас здесь присутствуют. Расскажете про них. Вопрос следующий. Какие есть возможности помимо учебы у студента? Ирина Владимировна, начните. Вот он поступил. Да. Возможности у нас море. То есть у нас студенты, институт физики, они очень активные студенты. И, конечно, они не только учатся, не только погружены в физику, математику, научную деятельность и так далее. Они очень активны и в спорте, и в культурно-массовой деятельности, и в общественной деятельности. Они также являются волонтерами, посещают различные приюты для животных, дома престарелых, детские дома. Очень активно участвуют в студенческой весне. Институт физики, как правило, занимает призовые места. Первое, второе, третье место всегда на студенческой весне. Поэтому наши студенты очень творческие, очень активные. Конечно же, они очень умные. И так как они очень умные, они талантливые. И умные, и талантливые. В общем, мы своих студентов очень любим. И самое главное только в процессе вот этой общественной культурной деятельности не забыть, что все-таки учеба – это главное, зачем мы поступаем в Казанский федеральный университет. Да, и не забыть о спорте. Очень хорошее у нас спортивное общество, спортивные кружки и секции, волейбол и баскетбол, и особенно мини-футбол. Каждый найдет себе здесь занятие по душе. Ну, например, может пожонглировать шариками. Кстати, это хороший пример нашего трехступенчатого обучения. Лекции. Вы начинаете изучать лекции, учитесь жонглировать одним шариком, потом переходите к решению задач, учитесь жонглировать другим шариком, затем переходите к лабораторным и практическим работам, учитесь жонглировать третьим шариком. И задача, чтобы к концу обучения, к концу освоения курса вы легко умели жонглировать всеми тремя шариками. А потом, если вам захочется, делать всякие комбинации из них уже так, как захочете вы. Правильное слово «захотите». Да, вот пример самого талантливого человека в институте физики, конечно, наш уважаемый директор Гафур Марат Ремгервич. Даже жонглировать умеет. Спасибо за такое представление. Давайте еще про лаборатории ваши поговорим. Как раз говорите, что удивительно. Небольшой спойлер перед 23-м часом. Вот что там могут увидеть абитуриенты. Те, кто в первый раз придет, это, естественно, много чего видит. Те, кто второй, третий. Ну, мы поведем их в те лаборатории, которые еще мы не показывали на предыдущих, скажем, предыдущих, на предыдущих днем открытых дверей, скажем так. У нас более 30 различных научных лабораторий, и в рамках программы «Приоритет-2030» созданы еще 9 новых. Конечно, они созданы на базе какого-то существующих кафедр, существующих НИЛ, существующего оборудования. Но, тем не менее, это абсолютно новые лаборатории, которые будут продвигать новые для университета и для нашего института, в частности, идеи, связанные с материаловедениями. С новыми материалами, с их расчетами, расчетами свойств из первых принципов, либо наоборот, то, что для создания умных материалов. Вторая большая часть связана с аналитическим оборудованием, то есть материал синтезировали, их нужно охарактеризовать, понять его свойства, подходит, не подходит, что можно улучшить для того, чтобы эти свойства улучшить, сделать лучше, либо там, скажем, более биосовместимым материал, либо неподверженным радиации и воздействию высоких температур. И третье – это уже применение, когда мы сами занимаемся приборостроением и импортозамещением. И вот здесь мы покажем примеры нашего импортозамещения, то, что можем сделать мы в рамках нашего института. То есть мы растим людей от фундаментальных знаний до решения прикладных задач. А вот как студенты у вас интегрируются в работу этих самых лабораторий? Ну, практически со второго курса начинают интегрироваться в рамках кафедры выполнения всяких заданий, грантов, полученных лабораториями, кафедрам. Потихонечку подтягивают людей к выполнению тех или иных задач, расчетных либо экспериментальных. И так потихонечку люди втягиваются, и наши руководители, ученые, доценты, преподаватели, ассистенты видят, что этот человек, вот в этом он хорош, здесь его будем подтягивать. И мы создаем все условия для того, чтобы наш обучающийся рос в научном плане. Ну и у нас, конечно, есть большая серия стипендий и форм поддержки для того, чтобы наши студенты не работали где-то на стране, а получая вот эту материальную поддержку, могли заниматься наукой и продвигаться. Например, какие? Ну вот недавно у нас была вручена стипендия имени Валиева нашим магистрам, причем один магистр Института физики, другой магистр факультета вычислительной математики, как мы его называем по-другому. Это стипендии братьев Сагдеевых, академиках Руальда и Рената. Что у нас еще? Валиева. Вот только что Валиеву вручили. Стипендия нашего астронома, великого астронома Шалкатаипыча Хабибулина. Ну и вот там небольшие стипендии обязательно для тех, кто активно участвует в повышенной академической стипендии. Повышенные академические стипендии. За достижения в различной деятельности. Ну, кстати, все новости мы стараемся, в том числе о стипендиях, о премиях, о каких-то новых конкурсах, о стартапах для студентов. Недавно наши студенты участвовали в всероссийском конкурсе стартапов и выиграли четыре из них. Студенческий стартап. Это федеральная программа, в которой могут участвовать все студенты и выступить со своей программой, которая может потом выстроить как студенческий стартап. И вот четыре наших студента выиграли гранты по одному миллиону рублей. Мы, конечно, этим очень гордимся. Также наши студенты очень активно участвуют в различных конкурсах. В частности, 50 инновационных идей Республики Татарстан. Программы Старт, Умник. Везде стараются представить свои научные работы. И мы, конечно, это очень всегда приветствуем, поддерживаем. Студенты, которые у нас на старших курсах, они уже, как правило, все работают на различных грантах, каких-то госзаданиях, договорах. Поэтому мы всегда своих поддерживаем, очень стараемся. Ну, пожалуйста, вот в нашей социальной сети, наш сайт Института физики, который привязан к сайту Федерального университета, кпф.ру. Мы размещаем там все объявления, все, что необходимо для того, чтобы студенты видели, какие возможности потенциальные и реальные возможности они имеют для того, чтобы, во-первых, стать хорошими специалистами, а во-вторых, получить материальную поддержку. Заключительная тема, давайте про выпускников как раз-таки поговорим. В итоге, вот, выпускник Института физики, куда он может пойти, где он может пригодиться, какие у него пути развития его карьеры? Ну, здесь, наверное, стоит немножко разграничить по направлениям подготовки, потому что, в частности, например, физики, астрономы, вот эти вот специальности, они, как правило, идут в фундаментальную науку, различные НИИ, научно-исследовательские лаборатории, причем по всему миру очень много, по крайней мере, раньше уезжало наших выпускников за рубеж. Те студенты, которые заканчивают направление радиофизика, они идут, как правило, по своим инженерным специальностям на различные заводы, инженерами, причем очень быстро продвигаются по карьерной лестнице, что, конечно, необходимо ответить. Выпускники Института физики, люди всегда очень амбициозные, они хотят многого достичь. Выпускники Инуправления геодезии и дистанционного изордирования работают, соответственно, в своих компаниях по зондированию и исследованию поверхности Земли, в частности, из космоса. В направлении Новатика это так называемые управленцы, то есть это проектные менеджеры, значит, это администрация, они, как правило, идут в сферу маркетинга, в сферу высоких технологий, в сферу как раз продвижения различных новых высокотехнологичных продуктов. Что еще не сказала? Биотехнические системы, технологии, направления. Выпускники этого направления идут, как правило, в медицинские центры, потому что это специалисты по новым приборам, в частности, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, эмиссионно-позитронной томографии, если это какой-то центр, в частности, по ядерной медицине и так далее. Про кого еще не сказала? Педагоги наши на расхват уже с первого-второго курса, то есть ежедневно, еженедельно просят, дайте нам, пожалуйста, учителя физики, математики, астрономии, то есть они работают в очень хороших заведениях, все практически, те, кто хочет. Ну и, конечно, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны мы страдаем от этого. Все наши специалисты имеют очень хорошую грамотную компьютерную подготовку, так называемую цифровую или IT. И очень многие, вот буквально недавно, пришлось со слезами на глазах расставаться с тремя нашими специалистами, которых переманила одна, не будем называть, известная IT-компания в России, но зарплату в два раза больше, чем могли предложить мы. Поэтому, как бы, тут мы поделать ничего не можем, к сожалению. Но, с другой стороны, мы для этого и созданы, для того, чтобы воспитывать таких высококвалифицированных специалистов, которые нужны везде. Ну, как бы это грустно не звучало для вас, но дай боже, чтобы таких специалистов было все больше и больше, выходящих из института физики. Что ж, будем закругляться по нашему эфиру. Парочку слов для наших абитуриентов, которые сейчас смотрят пожелания, наставления, чтобы они приходили на день этих дверей, быстрее сдавали оригиналы и ждали себя в списках поступлений. Ну, мы всегда говорим, что институт физики – это то место, где учиться сложно, но интересно. Приходите к нам, вы не пожалеете. Учиться, может быть, действительно сложно, но в этот весь интерес. Приходите. Ну, еще хочется сказать несколько слов о наших преподавателях. Наши преподаватели – это исключительно заслуженные люди, некоторые даже большие ученые. У них есть что взять. И вот для того, чтобы взять у них все, приходите к нам, и мы вас обещаем научить многому, полезному, востребованному и самому-самому актуальному сегодня. Что ж, благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти. Вот за что люблю работать с такими техническими специальностями, естественно, научными. Вопрос поставил, коротко, но ясно и четко ответил на него. Вот за это вам отдельное спасибо. Спасибо. Но на самом деле наши специалисты могут натренированы абсолютно одну лекцию, час-двадцать, рассказывать на любую заданную тему. Наверное, это, конечно, если мы будем сравнивать с неестественными научными специальностями, наверное, мы не такие мастаки, но тем не менее все наши преподаватели умеют это делать. Да, ну мы, например, журналисты любим поболтать. Что же, еще раз большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Надеемся, еще с вами увидимся и желаем хорошей приемной кампании, хорошего завершения. Один месяц всего остался, даже меньше, по-моему, да? Меньше. Так что успехов вам в этом. На этом все. Это был КФУ Лайф для Института физики. И заканчиваем мы цикл наших программ. Всем большое спасибо, кто подключался, кто задавал вопросы. Большое спасибо всем институтам и факультетам Казанского Федерального Университета. Увидимся в новом сезоне, в новом учебном году. Удачного поступления. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин